Добрый день, друзья! Мы начинаем очередное заседание Клуба Улица Правды. Я вернулся из отпуска. Мы там хорошо отстреляли с калибрами, я вам показывал. Я непосредственно присутствовал при этом. Сегодня наш почетный гость Сергей Александрович, профессор Савельев. Да, очень приятно. И тема нашей сегодняшней беседы это мозги наших интернет-потребителей. Вы их вскрывали, видели воочию. И можете нам сказать, а что с этим делать или с этим делать уже ничего невозможно? Значит, задача моя достаточно простая, потому что, к сожалению, потребители контента, они такие же, как, боюсь, 3000 лет назад. Разница не имеется, контент меняется. Ну и скорость его обмена меняется. Проблема остается прежняя, что люди разные. И это принципиальный момент, поэтому интернет действует по-разному. Сейчас мы проводим исследование, например, одно, которое оценивает энергетический баланс мозга человека. А сколько человек может действительно потратить, на сегодняшний момент конкретный человек, сколько он может заставить себя потратить энергии на то или иное решение проблемы? Это же принципиально. С одной стороны, человек берет и тратит огромное количество сил, энергии, ну, например, на заботу о детях, на добывание денег и прочее. Это все замечательные качества, но они к человечеству отношения не имеют. Это биологические процессы, о которых я тысячу раз писал и говорил. Это еда, размножение и доминантность. Какое отношение это имеет к человечеству? Те же проблемы решают зайцы весной на размножение. Те же проблемы решают мыши, когда пытаются, так сказать, произвести себе способ подобных. И есть среди них настоящие герои, когда там самец два года постится, потом добирается до самок, оплодотворяет 40-45 штук, умирает, как настоящий мужчина. Настоящий биологический смысл. Так вот, все, что связано с этим делом, с биологическими процессами, людей объединяет. И называется лимбической мотивацией поведения. То есть это умные слова, а суть – это инстинктивно-гормональная регуляция поведения. Причем то, что происходит с людьми, люди сами его не осознают. Делая выбор в рамках этих парадигм, они всегда поступают как животные. В большей или меньшей степени, это не важно, с какой целью. Но цель финальная всегда будет одна. Биологическая личная выгода. Причем мозг очень тщательно заботится о том, чтобы, не дай бог, вы не начали думать о чем-то нехорошем. О теореме фирма, о космических струнах, еще о какой-нибудь гадости. То есть то, что не приносит биологического успеха. Вот все, что не приносит биологический успех, вызывает спонтанную дефекацию, желание поесть, помочь маме, сыну, дочери и прочее, но ни в коем случае не думать. Потому что вкалывание на кухне и даже в огороде по выкапыванию картошки нельзя сравнить с расходами мозга. Я об этом тысячу раз говорил и скажу еще раз, что при минимальных расходах мозг потребляет около 9% всей энергии нашего организма, а при максимальных – 25%, учитывая, что он весит 1,5 от массы тела. Вот это все нас объединяет. То есть лимбическая система, наши обезьянь и корни, они одинаковы у всех. А вот дальше начинаются неприятности. А дальше начинается картикальная часть, та, которая делает нас людьми, настоящими людьми, которые могут хотя бы понять 10 заповедей. Ну, с трудом, но так приблизительно. Я уж не говорю про что-то посложнее. То есть то, на что можно расходовать энергию в больших количествах. То есть уже не 10%, а 20 или 25. Поэтому люди разные. Значит, когда можно через интернет воздействовать на людей эффективно? Когда вы опускаете энергетические расходы до общих принципов, когда вы пропагандируете общий, общий биологический, а не общий человеческий принципы отношений. То есть, иначе говоря, цифровизация – это метод создания идеологии дураков. Глобальная система массовой цифровизации рассчитана только на вот этот первичный лимбический уровень и на потребление энергии мозгом не более 10%. Большие расходы, которые вызывают, ну, как люди говорят, в быту задумчивость, там, рассуждения и прочее – это всё, что превышает 10%. Это смертельный аттракцион. Именно поэтому все системы западные цифровые, различные крупные фирмы и прочее, прочее, они не понимают, конечно, этого всего. Ну, посмотрите на Сукерберга. Ну, что он там может понимать? Я вас умоляю. Там, ожидать от этого человека или от Билла Гейтса вообще там, ну, хоть какой-то сообразительности, кроме воровства, невозможно. И тот, и другой, кстати говоря, всю свою карьеру этому и посвятили. Первый впервые начал воровать и продавать чужие программы, другой – просто принципы. Ну, всё хорошо. Так вот, они интуитивно понимают, что надо понижать интернет, мышлительный процесс у интернет-контингента. Но он происходит по-разному. Вот наше обследование говорит, что очень мало, меньше 10% людей могут с усилием заставлять свой мозг работать не по биологическому, то есть по лимбическому принципу, а по рассудочному, то есть быть людьми. Все остальные не виноваты, потому что когда мозгу подсовывают такие алгоритмы, которые понижают энергетические расходы, они удержаться не могут. В чём смысл интернета? Почему ребёнок маленький садится за эту лубуду и начинает там это работать? Кстати говоря, это хорошо или плохо? Кто-нибудь в курсе? Плохо. Так вот, что самое интересное. Есть прямые доказательства, которые очень немодные. Ну, например, в США обследовали 4,5 тысячи школьников 9-10 лет. Ну и что происходит? Будете долго смеяться. Они нашли, что у них истончается кора головного мозга, то есть становится меньше. То есть, ну понятно, что это чистый идиотизм, поскольку американцы находили и уменьшение толщины коры у космонавтов, которые побывали в космосе. Но в силу патологической отсталости и их неврологии они не знают очень тривиальных вещей, которые во многих странах европейских, и в нашей в том числе, преподаются в вузах. О том, что кора – это что такое? Это неокортекс шестислойный, в котором лежит основное количество нейронов, которые покрыты бороздами извильными, которые потребляют 80% энергии. И самое главное, в них находится то, что мы называем человеческими качествами. Есть поля, которых нет у обезьян, есть подполя чисто человеческие, всё наше мышление произвольное. Когда вы не повторяете, как попугай за другими, а думаете сами, связано с корой. Так вот, она меняется в толщине. Мозг вообще очень гидротированная штука. Из 60-х годов многие операции, например, на гипофизе, проводили лобным доступом. То есть дегидротировали мозг, он уменьшается на 30%, и через лоб вводили инструменты, удаляли опухоли. Это такое есть. То есть у мозга обладает очень большой гидротацией водой, иначе сигналы от нейрона к нейрону не будут проходить. Поэтому многие структуры меняются при гидротации. Ну, классический пример, который Хабелову полезно знать тем же американцам, например, в том, что у женщин во время полового цикла в результате месячных каратус становится потолще, то потоньше. Это никак не связано в космос. То есть в середине цикла они в космос не летают. У нас есть женщина, могут подтвердить. При этом каратус уменьшается и гидротируется. То есть вот это движение корковое, связанное с гидротацией, это обычная физиологическая реакция. Но если у школьников, у 4,5 тысяч школьников в возрасте 90 лет видят такое явление, это о чем говорит? Что такое гидротация растущего, дегидротация растущего мозга? Кара уменьшается. Это замедление формирования межнерональных синаптических связей. Объясню, все наше мышление связано с этими связями. Каждый нейрон из 150 миллиардов образует от 100 тысяч до миллиона связей. В них хранится память и прочее. Осуществляется обмен, передача, хранение информации. Если вы дегидротируете кору, значит, таких связей, а это растущие организмы, 9-10 лет. Самый интенсивный пик формирования коры, самый интенсивный пик формирования, имеется в виду отростков и связей. И в этот момент она дегидротируется. Катастрофа? Да, катастрофа. То есть это показано, и это прямая зависимость от интернета. То есть поскольку дифференцировка коры у человека начинается в 7-8-9 лет, в зависимости от этнической принадлежности, кормежки, родителей и прочее, то, сами понимаете, это самый ключевой момент, когда детей, в общем, надо, конечно, гонять от этих штук. Но дело этим не исчерпывается. И специально было проведено исследование, это уже Европа, 14-16 лет детей, то же самое, посмотреть, использовали действительно развитые, интересные тесты, вполне достоверные, несколько лет проводилось, тоже достаточно большое количество, несколько тысяч таких детей, значит, что они никогда в жизни не сталкивались с интернетом. И с компьютерами, ну, то есть, ну, совсем. Им давали соответствующее оборудование, обучали их смотреть в интернете, интересные новости полезные, учиться через интернет, общаться через интернет. Они начинали это делать. 14, еще раз подчеркиваю, 16 лет. Дальше отслеживались помесячно их когнитивные способности, то есть способность узнавать, запоминать, составлять цепочки логические из явлений, которые они видят. Хорошо, что оказалось? В течение полутора лет шел непрерывный рост. Их способности действительно нарастали. Они знакомились с новыми материалами, с новым миром, с которым не сталкивались. Но через полтора года начиналось резкое падение. Через полтора года все эти приобретения исчезали. Именно поэтому эти исследования очень не любят, поскольку они показывают, что интенсивное развитие интернет-технологий, их внедрение в школе, через полтора года после их начала использования, разрушает или как минимум тормозит формирование новых связей в детском мозге. И он утрачивает синтетический функций. То есть когнитивные функции снижаются стабильно вокруг детей самых разных стран. Ладно, а что же делать? А здесь дальше начинается очень смешное. ВОЗ рекомендует, да ВОЗ тоже это дошло в конце концов, что не надо увлекаться так интернетом, мол, где. Это вызывает снижение когнитивных способностей, системную тупость, снижение эмоциональных сочувствий, сопереживаний. То есть человеку, погруженному в интернет, легче наблюдать, кто кого там убивает. И он меньше от этого, так сказать, страдает, чем человек, который с этим не связывается. И что же советует ВОЗ? А ВОЗ советует переходить к семейному общению. То есть надо в семье. То есть хорошо не просто посмотреть телевизор, попереживать, а поругаться с тещей, женой. Ну, это уже лучше. Возникает вопрос, а на сколько? Всегда же интересно, ругать с тещей, сколько стоит прибавки мозговых ресурсов. Потому что чем мозг больше мобилизуется, тем выше кровоток, тем выше энергетические расходы. Хорошо это? В общем, хорошо. Если направить в нужное русло. Так вот, оказывается, действительно, на 7% семейное общение лучше, чем ковыряние в компьютере. То есть чем компьютерная зависимость, сидение в нем. Но оказывается, что если заняться спортом, вести здоровый образ жизни, то повышается вот этот самый уровень энергетических расходов, когнитивное внимание тоже повышается на 17%. А рекордсмену в этом деле почти 25% оказывается чтение книг без всякого интернета и мелкое рукоделие, ручная работа. То есть это, оказывается, повышает когнитивные способности и устойчивость мозга к стрессовым ситуациям на четверть, на 25%. Нравится это, не нравится. Эта статистика не случайна, она сделана и в США, где, естественно, как вы понимаете, порядочных специалистов по детскому образованию и воспитанию за это, как правило, увольняют с работы. Это сделано в Европе, где этих людей тоже преследуют. Но, тем не менее, эти статьи успевают выходить, прежде чем успевают их выгнать. То есть такая информация есть. То есть, иначе говоря, интернет в данном случае, что делает, если так глобально подводить черту? Он понижает, это возможность по государству или фирм, там, чего хотите, понизить энергетический баланс мозга. Ложится это хорошо? Хорошо, чрезвычайно. Я уже в этой аудитории говорил про механизм. Снижаете энергетические затраты мозга хотя бы на 1%, получаете райское наслаждение, то есть хорошее соединение в смысле каннабиоиды. Ну, кто откажется от косячка в обмен на безделье? Вы мало того, что бездельничаете, вы еще и получаете эндогенные, то есть внутренние наркотики. А дети, у них еще хуже зависимость, еще выше, потому что они получают, кроме каннабиоидов, то, что у нас с вами уже не вырабатывается, а именно опиоиды. То есть у них, представьте себе, букет. Я уж говорил, это как, почему вам так нравятся ваши детства и воспоминания? Ну, конечно. Там, во-первых, сплошное безделье, во-вторых, эндогенные каннабиоиды и опиоиды. Вот вам и детское счастье. Мозг там вырабатывает очень много в ответ, как раз на праздности безделья. Поэтому дети так не любят ничего делать, их приходят заставлять. То есть существует внутренний эндогенный механизм наркотической зависимости, уничтожение рассудочной деятельности нашего мозга. То есть сидеть и хрюкать около телевизора, это было еще показано в 80-е годы, с бутербродом во рту и с банкой пива. Или сидеть и сейчас и хрюкать так же точно около интернета. Это приветствуется мозгом. Мозгу-то все равно. Мозгу главное три вещи. Еда есть, все. Доминантность есть. Вы в интернет написали писульку, проявили доминантность. Отлично. Плюс. Все. Мозгу все равно. И вы сидите на ветке, залезли на самую высокую, гадите на всех, кто внизу. Или вы в интернете написали какую-нибудь глупость. Для мозга безразлично. Он получает результат как проявление доминантности. В результате на что рассчитываются все интернет-системы. То есть, они на самом деле запускают психиатрические заболевания различные, связанные как производные от того, что я говорю. Почему-то очень просто. Чем более простую программу вы загоните туда, в компьютер, и сделаете ее доступной, как инструмент понижения энергетических расходов мозга, для потребителей, тем больше в эту программу воткнется. Ну, как игрушки. Потому что мужики играют там в танчики, еще в самолетики. Я видел вообще жуткие вещи, когда там строят прям деревянные конструкции с ручками, как у самолетов. Обкладываются мониторами, и значит, на них летают. Тому непостижимо. Это вот Ил-2 штурмовик, знаменитая игра. Почему? Потому что она имитирует реальность. Мозгу все равно. Безопасно, хорошо. Он встал, пошел, пиво попил, опять сел. То есть для мозга значение не имеет содержательной части. Он работает по биологическому принципу. Поэтому все фирмы пытаются опустить всеми способами свои гаджеты и их интернет-наполнение до уровня биологического потребления. То есть на самом деле интернет-зависимость, она носит биологический характер. Ну где-нибудь у вас есть, кроме суперспециальных сайтов, когда там математические задачи решаются, еще что-то. И сколько там народу? Полторы тысячи человек. Кто это смотрит, кому это нужно? Любые усилия мозга для того, чтобы в чем-то разобраться, они категорически преследуются самим мозгом. Он не хочет тратить время, силы и свою энергию на то, чтобы думать. Если ему подсовывают готовые решения, самые дикие, вот мы там сталкиваемся сейчас, со всякими самыми дикими пропагандистскими штучками. И они спокойно потребляются все. Никаких проблем нет, у психологических препятствий нет. Мозг сэкономит на том, чтобы поверить во всякую нелепость. Ну и отлично, он так и будет верить. Потому что экономия энергии – это личная. То есть человек лично экономит. Поэтому он лично заинтересован обмануться любым способом. Ему абсолютно все равно. Отсюда уязвимость и заставить школьника, даже взрослого человека, затрачивать рассудочную энергию на что-то такое, чего он раньше не делал, архисложно. Почему? Потому что всю жизнь человек, и молодой, и взрослый, идет по пути алгоритмизации поведения. То есть, что он подбирает удобные алгоритмы и тупо, иногда наморщив лобик так, для создания ученой атмосферы. Их перебирает и потом применяет. Все, алгоритмизация мышления дает результат? Да, в стабилизированном обществе дает. Почему? Потому что там набор алгоритмов. Но если вы 10 заповедей запомнили и стали долбиться по этому поводу, и живете точно в их соответствии, то не надо думать ни о чем. Я уже говорил, в том числе и в этой аудитории, что алгоритмизированное поведение – это основа религиозного, коммунистического, псевдонаучного. В науке тоже полно таких людей. Псевдонаучных в мировоззрении. Почему? Потому что это дешево. Вы набираете какую-нибудь глупость, вычитываете из западных книжек, учебников, чего угодно, политологов, психологов. И дальше ее просто воспроизводите в подходящих ситуациях. Ваше мышление при этом равно нулю. То есть мозг не затрачивается на синтетическую деятельность, ни грамма. То есть он работает на 9% и работает. Больше не включается. Вы этого не чувствуете, не понимаете. Вы используете алгоритмизированный подход, его вы даете на гора. Если у вас память хорошая, вы их помните много, будете обманывать всех подряд. Но все равно попадете обязательно. Потому что тот, кто решит вас обмануть и обладает мышлением не алгоритмизированным, а творческим, то есть заставит свой мозг хотя бы полчаса поработать, обдумывая проблему, не в рамках парадигм, которые ему навязали через тот же интернет, он вас обязательно понят. В этом весь фокус, собственно говоря, стоит. И в этом отношении с этой проблемой смыкается еще одна – проблема идеологии. Все все время говорят о том, что надо какую-то нам вот общую идеологию. Это идиотизм. Почему? Не из-за того, что идеология плоха. Но идеология – это гоминидная, то есть человеческая идеология. Это такой продукт, как вам сказать, конкурентной социальной изоляции. В условиях изолированных сообществ идеологию можно… Северная Корея, пожалуйста, идеология отличная. Все хорошо. Советский Союз, который обложили железным занавесом, частично он сам обложился. Отличная идеология выстроена. Как сейчас вы идеологию выстроите, если мозг будет все время искать алгоритмизированные простейшие решения? Вы говорите, по идеологии надо вот так и так, а мозг говорит, нет, не надо. Персонально затрачиваться я не буду. В результате создания единой идеологии возможен на чем? На биологической основе. Ну тогда это что? Это идеология шимпанзе. Вот на этом уровне, да, объединить всех можно. То есть как голодную Германию устроили идеологию при общем доступе к информации, потом его обрезали все. Почему? Потому что они были голодные. Голодная обезьяна вполне годится для того, чтобы вручить ей идеологию. Голодная обезьяна готова пойти в крестовый поход в расчете на то, что она привезет мешок с золотом, будет доминантной и репродуктивной. Да, это все возможно. Но это все-таки изоляция, конкурентная социальная изоляция. Надо сначала изолировать общество, а потом прививать идеологию. А если у вас во всеобщем доступе будет создаваться идеология, то ее можно рассчитывать, построить только на самом низшем уровне. Еда, размножение, доминантность. И обратите внимание, именно на этом все построено во многих странах. Что главное, это семья. Мы знаем, 7%. На 7% лучше, чем интернет. Можно и не разглядеть при индивидуальных изменчивостях мозга. И чего? Где там идеология? Идеология размножения еды и доминантности? Это не идеология. Это физиология. Таким образом, собственно говоря, надо решить две проблемы. Первое. Саму идеологию придумывать для кого? Индивидуальная изменчивость мозга эту идеологию уничтожает на корню. Потому что один хорошо соображает, другой плохо. Один может мобилизовать свой неокортекс и потратить 25% энергии, чтобы решать конкретные задачи. А другой не может. Один скажет, идеология – это отлично, это для меня то, что нужно. И не будет тратить больше энергии. А другой скажет, нет, это не для меня, потому что я умею тратить энергию и получать лучший результат. То есть сама идеология универсальная, которая предлагается к реализации, она бессмысленна. И здесь нужно совершенно идти другим путем. Каким это? Отдельный разговор. Но по сути дела сейчас и в западном интернет-сообществе, в интернет-среде точнее, это нельзя называть сообществом, нет там никакого общества. Каждый решает свою персональную проблему. И у нас пытаются сделать точно так же. И только на самом низшем уровне это всех объединяет. А так вы не добьетесь ничего. Это попытка с помощью интернет, скажем так, апротеида создать системы породных форм. То есть дело в том, что мозг у нас разный. И можно при известных условиях создать среду, в которой люди будут сами по собственной инициативе стратифицироваться. У нас есть ученые, я отчасти этим занимаюсь. Есть на Западе 2-3 человека, которые этим тоже занимаются. И занимаются достаточно успешно. Это уже дает кое-какие плоды, к сожалению, не самые лучшие и не у нас. Хотя эксперименты могут проводиться и на нас. Что же это такое? Это так называемая самоорганизация и самодифференцировка головного мозга по свойствам. Тем самым, которые идентифицировать нельзя. То есть их можно идентифицировать, если построить соответствующий томограф, определить конструкцию мозга каждого человека. И тогда можно давать точные рекомендации и советы, что этот парень может или девушка, что не может. Но поскольку все этого панически боятся, поскольку тогда сразу станет понятно, кто идиот, а кто нет. Такого близко можно подпускать, например, генштабу, а кого и не очень. Или, не дай бог, еще он за красную стену тоже. Поскольку это вызывает панический страх, этого, я думаю, на протяжении моей жизни не будет. Но есть уже инструменты самодифференцировки, поскольку человек не понимает, как он думает. Ну вы же не думайте, сейчас я вот два нижневисочных нейрона отправлю-ка я на обсмысление слова и словосочетание ядрена мать в отношении пирожков. Ну да нет, конечно. Так вы не знаете, как вы думаете. И на самом деле это ваша уязвимость. А вот в некоторых ситуациях, я, например, знаю, как вы думаете, есть способы косвенного тестирования непрямого того, как человек пользуется собственным мозгом. И даже можно вычислить энергетические возможности ваши, что вы можете или нет. Вот у нас проект сейчас закрывается, уже в конце сентября. Поздно, так сказать, участвовать. Но наше исследование, там будет отчет по нему, будет интересно. А на Западе, там более эмпирический подход. Они делают что? Они запускают механизмы самодифференцировки. Кстати, вы можете не только механизмы самодифференцировки запустить, можно и механизмы самоуничтожения. Как говорил прапорщик Задов, вопрос, за сколько? Так вот, на чем построено? Построено на том, чтобы человек сам нашел счастье в своем занятии. И кажется, что это очень хорошо. Наши сейчас тоже пытаются. Наши вот там, я не знаю, ВКонтакте или еще как-то. Клубы по интересам. Будьте крайне осторожны с этим делом. Потому что на самом деле это способ искусственной дифференцировки, самодифференцировки людей по конструктивным особенностям мозга, связанных с их интересом. На что они готовы тратить свою энергию. То есть ту самую, которую всю жизнь экономят. И они лезут в эти самые группы по интересам и прочее. Это инструмент сортинга. Такого эмпирического. При этом какая цель? Ну, собак все видели, наверное. Знаете, что они будут разные. Вот у меня, например, жил не так давно. Такой пес, легаш, рыжик. Он вообще бегал все время. Он бегает и бегает. Это охотник такой безумный. Хозяин ему нужен, конечно, когда миска понадобится. Ну, почесаться можно пять минут. Но дальше вперед. В охоту. Он, ну, охотник безумный. Ну, причем он бегает, 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 ловит все, что движется, и все съедает. Не очень понимает ничего. Гиперспециализация. То же самое. Разные поинтеры, охотники такие. Утятники, которые там ничего больше понять не хотят. Есть другие собаки. У которых, например, охранные функции. Они вот, наоборот, привязываются к человеку. И, значит, с ним ведут такую активную жизнь. Ну, вот у меня был такой пес. Ну, это вот алабаи или там среднеазиатские овчарки. Большие собаки, которые живут самостоятельно. Значит, обращаю ваше внимание. У алабаев и похожих на них собак мозг примерно 200-240 грамм. У охотников, таких как легоши и прочее, 80-90 грамм. И вот алабаи следит за твоими глазами и пытается угадать твои намерения. И его не надо хватать на поводок там каждые 5 минут, бегать с ним, орать на него там еще. Зачем? Когда собака имеет мозг, как у шимпанзе. Не надо. Ну, вот все понятно и так. Так, гиперспециализированный охотник бегает, охотится, как умалишенный. Мозг в два раза меньше. Специализация очень глубокая самого этого мозга. И, соответственно, значит, он себя ведет. Договориться с ним невозможно. Он все равно будет ловить мышей, есть, пока не подохнет, если мышь отравлен. Ну, так бывает иногда. Ну, и есть другие породы. Например, собаки так называемые компанейские. Которые вот для компании, для человека. То есть, которые ведут с человеком такую жизнь. Вот, их выращивают специально в дворцах, чтобы они бегали вокруг, там, гадили, развлекали хозяев. Ну, в общем, всяческое такое. То есть, собака-компаньон. У них совершенно другой мозг. Ничего. Они видят только одно. Как бы угодить хозяину и получить что-нибудь такое вкусненькое, что редко достается. Собака-компаньон, как вы понимаете, я думаю, не надо объяснять, что у нас Урсула фон дер Ляйн, собака-компаньон. Макрон, собака-компаньон. Выведено, кстати говоря, американскими финансовыми олигархами. Просто в прямом смысле этого слова. То же самое Шольц, собака-компаньон. Какие-нибудь претензии к компаньону есть? Ни одной. Идеальная собака-компаньон. То есть, я вам просто на ярких примерах показываю, что эта система при известном навыке отбора отлично работает. Посмотрите, что происходит в Германии. У меня просто сотрудники в Германии работают. У нас там научные проекты совместные с немцами. Но там это просто местами катастрофа. Но поскольку там целенаправленно на протяжении последних 50 лет выводили не людей, а собак-компаньонов, там все хорошо. И будет очень долго хорошо. То есть, все вплоть до распада Германии на дельное княжество. Что, собственно говоря, и произойдет в ближайшем будущем, поскольку добрый Байден, как известно, уже почти обескровил их экономику и финансы. Но это не ко мне, это у нас здесь есть специалисты, кроме меня. Таким образом, интернет на что направлен на сегодняшний день? Поскольку фундаментальная часть на Западе развивается плохо, там в основном люди в науке, так же, как и везде, деньги срабатывают. Ну, некогда им там подумать. Как в старом анекдоте про милиционера, который видит банан на шесте и, значит, трясет, а банан не падает. Мол, экспериментатор говорит, ну ты подумай, что думать, трясти надо. Вот ровно такая ситуация. Они не понимают, чего происходит, но эмпирически давно поняли, как можно выводить таких хороших собак-компаньонов, которые будут делать то, что нужно. Их отбирают. Но кроме отбора существует целая система, о которой можно отдельно говорить, специалисты по интернет, так сказать, задуриванию. Они вам подробно это могут рассказать. Там миллион способов, я сам могу придумать десяток, как наилучшим способом дурить население. Но дело не в этом. Дело в том, что население на это радостно, весело, сдирая ноги, бежит. Потому что там пользуются биологическими мотивациями, которые дают выгоды тем, кто на эти контакты идет. То есть это выведение пород людей методом самодифференцировки. То есть вы втыкаетесь в интернет, принимаете набор правил, и дальше вопрос вашей стратификации, финансового достатка, отношения к вам, тем более учитывая, что оно сейчас тщательно отслеживается, определяет вашу породную группу. Охранник, охотник, ну или компаньон. Уж что получится. То есть они пошли не методом, то, к чему я все время призываю уже последние 15 лет, церебрального сортинга, построенного на морфологическом анализе реальных конструкций мозга, а они пошли простым, дешевым, эмпирическим путем системы самоотбора через интернет. И это страшно опасно, потому что они будут отбирать всегда огромное количество людей, которые будут выполнять определенные функции, гарантированно, как тот легаш, который бегает, как заведенный. И он не может остановиться, поэтому они живут там 4-5 лет. Из-за того, что они просто вырабатываются. Вот они начинают отбирать таких гиперспециализированных людей, причем они не то, что их там отбирают. Давайте оттестируем с помощью психологов, физиологов, генетиков и прочей всякой чушь. Нет. Они уже давно это бросили все. Они просто занимаются, они предлагают алгоритмизированные формы поведения, которые этот человек воспринимает, этот нет. На основании этого приема происходит, собственно говоря, и искусственный социальный отбор. Вот этих людей они используют по назначению. Остальные, так сказать, оказываются ведомыми, которых не получилось обдурить до такой степени, что, собственно говоря, загнать их в четкую породную группу. Ну вот, что нужно делать, как нужно оставить? Надо, во-первых, противодействовать этому. И, естественно, не призывом к патриотизму, к скрепам, или к созданиям какой-то нелепой идеологии, которая не может уместиться в изменчивый мозг. Нужно идти, конечно, другим путем. Каким? Это отдельный разговор. Ну и мы, может быть, как-нибудь поговорим об этом. Но, тем не менее, инструменты, они, в общем, выработаны и есть. По этой причине, если говорить о судьбе, так сказать, интернет-систем, да, она будет приводить во всем мире к самодифференцировке, к самоорганизации в группы, управляя по разной степени, со разными степенями управления, которые будут эксплуатировать свою неуемную тягу к эндогенным наркотикам, к лене, праздности и потреблению пищи в том количестве, которое могут съесть. Собственно говоря, это перевод человечества с неокортикальной рассудочной деятельности и на лимбическую, то есть биологическую, что и позволяет ей и людьми такого состояния очень легко управлять. Но это все, что я хотел сказать. Я готов ответить на вопросы. Мы модерируем вопросы. А какой вес? Вес можно у вот этих собак компаньонов? У собак компаньонов обычно около 70-80 грамм. Максимум в основном 50-60 грамм. Совсем мало. Да, то есть у них мозгов не хватает даже на то, чтобы охотиться. Но это идеальный вариант. Но вы посмотрите на Шольца. Там же видно. А если параллели с людьми провести, то есть корреляция есть в повестном мозге? Вы знаете, у людей все-таки такой чудовищной разницы, как у собак. Но представьте, у собак самый маленький мозг 40 грамм. Это вот такие, закусочные собаки. Ну, корейцы так считают, извиняюсь. Значит, 40 грамм. А самые крупные, это такие, как московская сторожевая, алабаи, то есть среднеазиатская овчарка. И, по-моему, еще какой? Что? Док немецкий. Док немецкий у него чуть поменьше. Он все-таки мастина, неаполитана. Вот эти вот. Он крупный, а мозги-то не самые. У нас очень большая собака борзая. Но она тоненькая, и мозги у нее там 90 грамм. Что-что? Золотой рюкзин. Нет, там 110-115. Хорошая собака. Собака, насколько я понимаю. Ну вот, то есть, иначе говоря. Тема людей. Иначе говоря, извините, сейчас я договорю. 240 и 40. Понимаете разницу? Гигантская. У людей такой разницы нет. У нас самый последний пигмей австралийский. Это 800 грамм. Понимаете? А это еще древнейшие миграции, там, чтоб не говорили. Меньше было только у тасманийцев. Но их, как известно, любители охотники английские отстрелили. Но они охотились на них. А самый большой человеческий, это у нормального человека, это чуть больше двух килограммов. Это Тургенев, Кромвель, некоторые писатели, Маяковский, 1700. То есть, в районе двух килограмм. То есть, у нас нету таких различий. То есть, у нас в среднем европейцы, если брать по европейцам, это от кило где-то 200, кило 100 до двух килограмм. То есть, у нас там в два раза это предел. Владимир Ильич. Что Владимир Ильич? Посредственность Владимира Ильича, и мозг у него посредственный. Нет, 1330 грамм. Такой же, как Усиф Васильевич. Можете не спрашивать. А скажите, то есть, это всегда корреляция именно вес и малышка? Малышка, маленький мозг? Нет, нет. У нас корреляция не такая. Я рассказывал об этом в этой аудитории в том числе. У нас индивидуальная изменчивость. У меня есть книжка, называется «Изменчивость и гениальность». Там я подробно разбираю гениев и обывателей. Значит, в чем основа гениальности человека? Это может быть и маленький мозг, и большой. Но решающим является комплекс структур, которые отвечают за конкретные функции. Пример. Вот о 18-го буду в консерватории, в малом зале рассказывать об этом. Там книжка выходит, пятое издание «Изменчивость и гениальность». И там я привожу в пример Вячеслава Сука. Это кто? Директор Большого театра, которого рекомендовал, кстати, еще Чайковский. Он композитор. У него и оперы, и малые, и большие формы. Не Сук, который у нас здесь всем известен, а Вячеслав Сук. Это четыре Сука было в истории музыки. А тот Сук, о котором вы говорите, его слушать невозможно. Так вот, его мозг имел структурные преимущества в музыкальных, условно скажем, областях, по сравнению с другими людьми, в 3-5 раз. То есть вот это определяет гениальность, а не размер мозга. Потому что у Анатолия Франца 1,20 кг. Гениальный писатель. Да, у Тургенева 2 кг, тоже гениальный писатель. Но по структурам, которыми они выполняют свою писательскую функцию, они одинаковы. Просто в одном в маленьком мозге, в другом в большом. Поэтому прямой зависимости нет. На этом немцы и в свое время обожглись. Два вопроса. Да. Два вопроса. Вот я читал исследования такие, о том, что люди, которые ведут активный образ жизни, и много думают, занимаясь там, академики, доживают до глубокой старышки. То есть у вас на эту тему есть какие-то исследования? Да есть, конечно. Это известно 150 лет. То есть это все лет назад, да? Да. А если у вас академик настоящий, где вы их видели? Я вот, например, уже давно не видел. И второй вопрос. Ни одного не встречал. Мелких жуликов, которые с академическими, да, видел много. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что на протяжении нескольких тысяч лет человек воспринимал определенное количество информации. Ну, очень небольшое. Ну, в Желябине, в селе, в основном там, в деревне, этот, за последние там 100 лет человек, ну, вот мы сейчас воспринимаем этот, ну, скажем, столько, сколько он воспринимал. Это неправда. За год. Это неправда. Неправда, да? Конечно. Это все мистика. Он по-другому воспринимал. Я всегда призываю те, кто считает, что дикие племена, африканские, какие-то там кривые и что-то там воспринимают. Давайте возьмем пару немецких философов и отправим туда. И посмотрим, сколько они там протянут. Со всей своей философией, знаниями глубокими. И возьмем этих аборигенов, притащим сюда. Они, кстати, в Европе их полно. Они отлично паразитируют на добрых бюргерах. Кто биологически эффективнее-то? Прошу. Профессор, очень интересный рассказ. Да, очень интересно все это рассказать. Просто снимаю шляпу. Вопрос такой. Ваш рассказ не ассоциировался с речью патолога Анатова у почти уже оставающего трупа цивилизации. Вопрос. Если цивилизация сама себя закапывает через стратификацию, через, условно говоря, как метод, на лекциях слушали, метод выборных решений, или тест ровших, когда вы смотрите на картинки и показываете свои предпочтения, говорите о своих предпочтениях, то есть сразу понятно, кто вы и что вы. Это неправда. Ну, сам город не считает, что это... Он ошибается. Тогда можно... Основной вопрос на самом деле такой. Если цивилизация обречена, судите, потому что... Это тоже неправда. Тогда расскажите, на что надеется? Как на что надеется? У нас есть два пути. Так. Искусственный отбор древнеюйдейского происхождения мне кажется неуместен. Извините меня, пожалуйста. До этого существовало много чего. Посмотрите на шумерские модели, посмотрите, откуда взялся иудаизм, посмотрите на зороастризм. Слушайте, это ерундой, не надо заниматься, потому что это был очень важный и нужный этап в эволюции человека. Когда отказались от каннибализма, большое преимущество, перестали есть. До 15 века вся Европа ела друг друга. Откуда эти сказки детишек заманить в кустике? Зачем? Чтобы съесть. Никто никого не насиловал, просто ели. Ребята, это прекрасная вещь. Религии, особенно вот эти аврамические религии, они избавили нас от каннибализма, научили некоторым понятиям, такие как обман, предательство, прелюбодеяние и прочее. Пока бы это не запретили, это считалось нормальным. То есть много всего другого. Но это этап искусственного отбора мозга, не более того. До этого был шумерский этап. Считайте, кодекс Хамурапия, там за 500 лет до него был еще тоже кодекс. И чего? Там о религии вообще ничего не упоминается. А правила все те же. Ну, зороастризм. Вообще был сделан зороастра. Чего? Его наняли за деньги. Это классический ученый-мерзавец. Такой же, как и я примерно. Значит, его наняли, потому что не было денег на содержание армии, выбивание налогов. Его, так сказать, позвали, сказали, ты можешь придумать что-нибудь такое, чтобы налоги-то собирать? Он говорит, ну, за деньги, пожалуйста, чего хотите. Ну и все. И вот вам 10 заповедей. Человек родился, сразу виноват. Пока его делали, уже все виноваты. Деньги в кассу. Отлично работает до сих пор. Почему-то называется это аврамическими религиями. Почему, не знаю. Это не мое дело. Пусть историки разбираются. И таких моделей было в истории человечества. Тьма тьмущая. Это просто механизм искусственного отбора. Поэтому надеяться на это нечего. Старый устаревший механизм, который давно протух. Теперь, чего делать? К вашему вопросу. Есть два пути. Один путь. Продолжать биологическую эволюцию, как она происходит на Западе. То есть, естественный отбор. У них не было даже попыток на протяжении двух поколений, хотя бы, создать систему человеческих социальных ценностей. Не было. У них, как был обезьянник, так и обезьянник и остался. Крестовые походы внутри Европы. Уничтожение до 60-80% населения за то, что деньги в кассу не сдают. 10% религиозных. И прочее, прочее. Именно поэтому Европа превратилась в собачник. Мозг-то стал на 250 грамм легче. В Европе я про Европу рассказываю. За счет чего? Искусственный отбор на послушание. Высокая духовность требует тупизны. Понимаете? И вот эта вот тупизна достигалась тем, что уничтожали всех, кто хоть что-то соображал и чему-то сопротивлялся. То есть, иначе говоря, биологический процесс, который идет и в Европе, и в Америке, он, к сожалению, очень печален. Потому что это продолжение жестокой биологической эволюции, где никакой морали, никакого Бога, никаких правил нет. Посмотрите, что сейчас происходит на наших южных границах. О чем вы говорите? И посмотрите, что происходит в Европе. Они меняются ровно в зависимости от размеров батона колбасы. А это биологический закон. То есть, они сидят на лимбической системе. Давным-давно религия и духовность для них это товар. Если с его можно обмануть таких дикарей, как мы, вместо бус, вам рассказывают про высокую духовность, то хорошо, отлично. Слова, если поменяешь на еду, это прекрасно. Поэтому можно идти европейским путем и продолжать биологическую эволюцию. Она приведет к массовому уничтожению себе подобных. У меня книжка есть, такая, церебральный сортинг. Сейчас выйдет, это третье, четвертое издание, в которое я описываю, как это все происходит, какие механизмы. Никакие не революции, я вас умоляю. Никакие общественно-экономические формации. Вот эту всю бредятину надо забыть, потому что это инструменты биологической эволюции. Идет смена циклов церебрального сортинга. Вот сейчас очередной. Здесь же я в этой аудитории рассказывал о том, кто и как сейчас придет к власти и каким образом. Есть механизмы спонтанного перехода, типа порога перколяции, когда структурные изменения у каждого в голове, но чуть-чуть рождают связанность во всем обществе, и происходит то, что в 1991 году в нашей стране. И к этому все сейчас придет. То есть путь биологической эволюции нам крайне нежелателен. То есть никакой религии, никакой идеологии, никаких скрепов и скрепок. Почему? Потому что это путь возврата к биологическим инструментам отбора. Мы не можем допустить массовое уничтожение умных и дураков по общему принципу. Значит, нужно что делать? Нужно вводить церебральный сортинг. Поэтому вот книжка так называется. Церебральный сортинг. Когда мы должны отделить идиотов от нормальных людей, которые готовы затрачивать собственный мозг на то, чтобы созидать. Это не значит, что кого-то надо преследовать и уничтожать. Но просто каждый должен заниматься тем, к чему он оптимально приспособлен. Ну, если у вас генерал рассуждает, как и фрейтор, зачем же ему людей доверять? Ай-яй-яй. Или если областной начальник делает не в пользу людей, а в пользу, так сказать, себя любимого. То есть по биологическим законам. Ну, если он биологический, так он пусть занимается биологическими делами. Дайте ему возможность, пусть землю копает. То есть речь-то о чем идет, что нужно разделить людей, нравится это кому-то, не нравится, по конструкциям мозга. Иначе мы начнем разделять друг друга сейчас военным способом. Что происходит на южных регионах? Идет серебральный сортинг, избирательный. 40 лет никто в Европе так не развлекался. Сейчас выбивают тех, у кого конструкция соответствует вот этой деятельности. Массовое уничтожение. Ничего удивительного нет. Это обычное дело. Если вы эволюцию тормозите на протяжении десятилетий или там полувека, то она в конце концов проявит себя вот в таких жестоких формах. Поэтому нужно что сделать? С моей точки зрения, нужно взять на себя систему так называемого искусственного отбора. Сейчас на югах происходит искусственный отбор. Ничего другого. То есть мы должны сортировать людей по их врожденным способностям. Они различаются чудовищно. Почему договориться-то нельзя? Все вроде нормальные. Пока речь о колбасе, женщинах и машинах. Ну, как только заканчивается эта тема, все разные. Почему? Да потому что вот это на лимбическом уровне, а на картикальном совсем другое. И разница между разными людьми может достигать ни два, ни три, ни пять, сорок раз. И у некоторых есть качественное различие. То есть у меня в мозге может не быть то, что есть у вас. Вообще физический. Разница выше, чем видовая. Что вы с этим сделаете? Вы будете сидеть и требовать от него, чтобы он вас понял? У меня вот такая история. Я ее люблю очень. У меня попугай. Долгое время жил, 34 года. Такой бурохвостый жаку. Воспитан мной. Я его выкармливал, учил летать. Я-то отлично делал. То есть всяческое такое. Так вот, дальше что происходит? Я его первый раз вывожу на дачу. Ему год с небольшим. Он сидит в клетке на улице. Он сидит, и я вдруг слышу душераздирающий крик «Нельзя!» Ну, он хорошо говорил по-русски. Даже я в свое время его советовал вместо Барака Обамы. Он почти английский почти так же говорил. Ну вот. Да, да, да. Нет, он кандидат в президенты мог быть. Что, функции? Конфессор Рау кричит, зачем он просто просит? Да, да. Ну вот. И кричит душераздирающий крик «Нельзя! Нельзя! Ну я лечу! Думаю, ну кошка там! Ну ясное дело. В чем дело? У него на толстой, знаете, как у попугая, такая жирная лапа, хорошая, сидит комар и его ест. И он ему кричит, как я кричу, когда он что-нибудь там говорит. «Нельзя! Нельзя!» Ну в конце концов он взял ему, откусил голову. Ну ребята, вот примерно такой разговор будет с теми, у кого мозги разные. Вы ничего не докажете, вы не можете, там уж субстрата для понимания нет. Нету основы материальной, реальной, чтобы понять. Поэтому только откусывание головы. Ну мне жалко, конечно. Вы сами только сказали, что в таком случае молодые народы, беспособленные, которые пришли с Африки, гораздо лучше для той же Европы. по биологическим характеристикам. Они лучше замножаются, лучше воруют, добывают пищу у тех, кто, так сказать, ее производит. Давайте вопрос, который вы... Кто хотел задать вопрос? Ну пожалуйста, давай. Кто же разрешит яйцеголовым ставить наверху и решать? А яйцеголовых не надо, надо брать у них инструменты. Яйцеголовые же ведь мерзавцы полные. Меня, например, поставьте. Мало не покажется. Американцы заказали в Китае. Американцы заказали, кстати, в этом... Среди них тоже есть неглупые люди. Они заказали в Китае тысячу гильотин. Вы знаете это? Два года назад. Очень интересный процесс. Почему? Потому что, как известно, французские революционеры говорили, что насколько муниципалитеты начинают лучше работать, когда на площади перед муниципалитетом стоит гильотина. Догадайтесь, как у нас начнут они работать. Да просто у нас индюки на заборах начнут сидеть вот такого размера, совершенно бесплатно. Только по одной причине. Если будет ответственность за содеянное. Яйцеголовых не надо никуда ставить. Надо брать технологию. У нас есть технология, например, отбора инициативных душегубов. А вы знаете, это проблема. 75% душегубов, в том числе в школах, это инициативники. Они ни в какой интернет никогда не ходят. Плевать им на этот интернет. Неинтересно им это. Они просто в один прекрасный момент просыпаются, берут папину ружье или регистрируют, покупают, а тут убивают. Вот таких 75%. Никакие службы, никакой интернет-надзор ничего не сделает. Все это липо от начала до конца. И вот чтобы это остановить, у нас есть, например, технология, построенная на энергетических расходах мозга, проверенная слепым способом. Ну, когда представляются люди, и мы спокойны. Причем нам сами люди не нужны. Вообще. Думаете, это кому-то нужно? Я вас умоляю. Никому. Поэтому, что вы хотите про церебральный сортинг? Если такая острая вещь, как спонтанные убийцы, которых можно выявлять за полгода до того, как им придет в голову это сделать, даже эта технология не нужна. Уж куда более государственная. Чего уж тут дальше-то ломать голову? Проверенная слепыми методами. Какой церебральный сортинг? Я вас умоляю. Я мотивирую, простите. Ну, отказ. Отказ от... Вы... Вы меня смущаете. Отсутствием средств, конечно же. У меня более практические вопросы. Существуют ли методики, которые позволяют определять, что контент тебя загоняет в энергосборяжение? Второй вопрос. Существуют ли методики, препараты, что заставляет тебя из этого биологического круга выйти на улучшение работы мозга? И третий. Возможно ли сейчас пройти тестирование? 29-го заканчивается. Я сейчас объясню. Там люди просто уже прислали очень много заявок. И там просто они физически не справляются. Потому что мы пытались собрать средства. Сейчас объясню. Никаких секретов нет. На то, чтобы сделать вот эти алгоритмы, которые мы делаем вручную, на человека уходит день. Потому что сидят специалисты, и там энергетический баланс очень трудно вычисляется. Но можно сделать компьютерную программу. И мы пытались отчасти это решить этим способом, чтобы сделать, написать программу компьютерную. Ну, там на самом деле семь подпрограмм больших. Вот одну нам удалось сделать из семи. А так, это семь программ. Это да, можно компьютеризовать, но вручную. Это практически адская работа. мы сделали не столько для того, чтобы просто людям рассказать о том, могут они что-то сделать, не могут, работает их мозг, не работает, а для того, чтобы не просто оттестировать. Они получают информацию, достаточную, для того, чтобы сориентироваться, как у них все устроено, но и для того, чтобы самим понять дальнейшее развитие технологий, попытаться компьютеризировать, чтобы побыстрее. Это можно было, тогда можно, понимаете, массу обрабатывать. Большие массы. Будут компьютерные программы, но вот у нас на разработку технологии ушло шесть лет. На написание одного из семи блоков программ ушло полтора года. Причем программисты, я вас уверяю, это самого высшего класса, которых, в общем, обижают. Они хотят заниматься интересным. Я отвечу за Сергея Вячеславовича. Главное же не в том, чтобы отобрать. Главное написать закон, по которому того, который ты отобрал, он идет налево, а того, который не отобрал, идет направо. Дисквалификационно так сказать? Нет. Дисквалификационно важно? Не в общество на страну, на красную. Возможности, возможности. Что делать? Вот вы решили протестировать муниципальных служащих. Дальше что вы с ними сделали? Уволили. Значит, надо написать закон, на основании чего их уволили. А первые вопросы... А если вы генштаб решили протестировать? А если он при этом на секретах... Будем об этом говорить? А его... А если человек... Исправить ничего нельзя, это зависит от вас лично. Можно предложить некий набор алгоритмов поведенческих. Если у вас, как говорится, дыхалки хватит, можете исправить. Это возможно. Даже до 45-50 лет. Ресурс есть. Технологии тоже есть. Но изменить радикально вы свой мозг не сможете. Даже если вы себя заставите, вы будете испытывать хронический дискомфорт. Понимаете? Нужно очень точно... То есть возиться надо с каждым человеком. Можно сделать? Да, можно. Но возни очень много и нужны специальные системы. А препараты? Препараты у вас уже и так есть. Зачем вам, кроме канабиоидов и опиоидов, еще что-то? И так полное счастье. Про выявление вот этой... Да, это можно. Основная проблема как раз биологическая, то, что все любят энергосберегаться и имитировать интеллектуальную деятельность. Тебе загоняя газ в сбережение. Да, вот у нас есть технологии, чтобы это понять. Вы сами не поймете. Нет, нет. Ваши вопросы. Не сами. Я бы хотел уточнить. Вы говорили, что идеологию внедрить в общество невозможно и в общем бессмысленно. То есть создать не получится или нет, не получится. Не могли бы конкретизировать, что вы конкретно понимаете по словам идеологии, потому что в принципе концепцию, которую вы описываете, тоже можно считать идеологией. Это словоблудие, простите меня. Вы пользуетесь традиционным, натурфилософским словоблудием. Идеология, вот у нас... Я жил в этой идеологии, я жил в идеологии социализма. Я работал в идеологии капитализма в США. Там все четко и ясно, понятно. Вот такого типа идеологию, которую у нас хотят сейчас реверсивно восстановить а-ля Савдепия или а-ля царизм, не получится, потому что все идеологии возникают в изоляционных социальных системах. Если у вас открытые социальные системы, есть доступ в интернет, есть доступ к старым книгам, к новым книгам, то вы можете задурить 20% населения, как в любой религиозной секте, но не более того. То есть это не получается из-за полиморфизма мозга. Мозг чаще очень изменчив. Для всех одинаковый алгоритм не предложил. О чем я говорил? На лимбическом уровне, на обезьяне, это можно сделать. Но поскольку у вас большая часть населения сытая, ничего вы не сделаете. Он бутерброд запихнул и начинает думать о всяких безобразиях. То есть вы говорите о всеобщей идеологии? Всеобщей идеологии. Конечно, а вы что хотите, что у вас 20% носителей идеологии всех остальных заставят? Это фашизм. Это уже было, тоже плохо кончается. Не годится. Нужно не с уничтожением людей связанных, а с церебральным сортинг, определение людей по способностям. И давайте им заниматься тем, к чему у них мозг лучше всего приспособлен. И конфликтов не будет, и дурацкой траты жизни не будет. Они будут заниматься тем, для чего их мозг идеально подходит. Это и есть удовольствие, это и есть счастье, в конце концов, когда ты занимаешься тем, что у тебя лучше всего получается. Или я в чем-то не прав? профориентация. Профориентация от землекопа до водителя автомобиля. Я был в профориентации, а 33 года прожил в СССР. Поэтому я все это видел своими словами. Могу сказать, что это фуфло уникальное. То есть, да, ты мог приобрести специальность водителя, электромеханика, сантехника, столера, как ваш покорный слуга. Но не более того. Мог стать швеей мотористкой. Ну, если ты носил юбку. Странно. Но отсюда... Вы не предсказали подопректировать совершенно другую ситуацию. Я реализовал. Отсюда один шаг до Евгеньки. Салопокрасы культурной зубной, средней со средними. Тупые ступы... Ваша мечта не сбудется. Почему? Потому что Евгеника это отбор людей по анатомическим свойствам. Никакого отношения к мозгу это не имеет. И, собственно говоря, индивидуальная изменчивость была построена на борьбе с Евгеникой. Когда в Германии пришел к власти Шехтгрюбер с компанией, нашему знаменитому цитоархитектонику Ивану Николаевичу Филимонову было поручено, который был замдиректора института мозга при ЦК КПСС, было поручено проверить у разных рас этносов разницу мозга. Он проверил, он взял монголоидов и европеоидов, он взял немцев, русских, евреев, татар, бурят, еще кое-кого и сравнил цитоархитонические очень подробно, количественно их затылочные области 17, 18, 19 поля и показал в 1933-1935 годах, опубликовав работы в Германии о том, что индивидуальная изменчивость может составлять, с этого все началось, 25-30%, то есть различаться, а это раз, а во-вторых, индивидуальная изменчивость перекрывает расовую и этническую. То есть мы берем негра, китайца и русского, если у них мозги одинаковые по конструкции, они договорятся через 5 минут. Мы берем трех русских и пытаемся с разными мозгами их договорить, ничего кроме по ножовщине не будет. если они напьются, конечно. Вот мы выяснили смазывающее обустройство, инструмент, сейчас мы пойдем осваивать. Да, последний вопрос, прошу вас. Во-первых, спасибо, я рада вас видеть, я рада вас видеть, мы с вами уже встречались, я ваши книжки почти дочитала до конца, большое вам спасибо. За почти тоже спасибо. Но у вас издание обновляют достаточно быстро, я не совпеваю. Вы знаете, издательство небогатое, не может издавать гигантских тиражей, а вот такие, как вы, мало того, что читают, еще вопрос задают, приходится что-то переписывать и изменять, отвечая на ваши же вопросы. поэтому все-таки вопрос, то исследование, о котором вы сегодня говорили, по поводу энергетического баланса много, войдет ли оно в какое-то из ваших изданий, когда и когда можно это выкочить? Значит, вот закончится 29-го, я думаю, что к середине октября мы подобьем, так сказать, результаты, могу сказать, что даже одного гения нашли, вот представьте себе, бывает такое. нет, программистов мы не ищем, программисты это отдельная тема, нет, он писатель, ну, получше, чем Чехов, наверное, я думаю, порядочно получше. Пьет? Че, нет, нет, но выпивает. А он известный писатель? Нет, человек малоизвестный, абсолютно. Он в Сибири живет, но это, пока я не получил разрешение даже на назвать его фамилию, они все под номерами у нас идут специально вслепую все делается, чтобы не было соблазна. Так вот, в середине октября, отвечая на вас уж вопрос, будет большой специальный ролик на сайте издательства Веди, в котором я подробно расскажу о результатах этого тестирования. Ну, вот это первая проба, потому что дождаться, я чувствую, томографа создания очень тяжело, то есть, я предполагаю, где в двух местах в мире его делают, ну, просто люди хотят отобрать гениев, для того, чтобы в том числе и с нами бороться, поскольку первые тиражи этой книги «Изменчивость и гениальность», к сожалению, ушли все на запад. Здесь практически не осталось ни одного экземпляра. Ну, понятно, что не идиоты там живут, они, может, не очень соображают, но воспользоваться умеют. Ну, вот, а у нас, к сожалению, это дело не идет. И книжка вышла именно из-за того, что я не смог договориться с высочайшими, значит, этими представителями власти, которые испугались, сказали, что будет с нашими детьми и с нами. Они достаточно критично к себе относятся, но это не значит, что они будут поддерживать такие проекты. Поэтому это все уже 10 лет прошло создание книги. 15 лет назад я пытался, значит, добиться осуществления проекта внутри страны и ничего не публиковать. Ну, это не получилось, поэтому сейчас уж как есть, так и есть. А ваш вопрос, да, поэтому мы начали проект, мы 6 лет разрабатывали эквиваленты физиологические, скажем, поведенческие, конструкционных особенностей мозгоэнергетических расходов. Сейчас-то вылилось вот в первую экспериментальную работу. Может быть, дальше будет. Пока не знаю. Давайте поблагодарим. Спасибо. Спасибо. А второй части я отвечу на ваши вопросы по текущей ситуации, если вам это интересно. Субтитры сделал DimaTorzok